Каждый год во время летнего сезона экосистема Черного моря испытывает колоссальную нагрузку. Восстановиться за осенне-зимний период оно просто не успевает из-за особенностей гидрологической системы. Черное море очень ограниченно имеет обмен воды. Полностью его вода в море через канал Средиземное море, через Босфор. Полный водообмен происходит от 500 до 2500 лет. То есть то, что в море здесь попадает, оно только в лучшем случае через 500 лет может уйти. То есть по сути это внутренний закрытый такой водоем с плохим и очень медленным водообменом. Процессы сейчас развиваются не самым лучшим образом, поскольку освоение берегов моря идет интенсивно во всех странах. Это урбанизация его берегов. Черное море уникально. Состав его воды схож с плазмой человеческой крови. Именно поэтому люди так комфортно чувствуют себя в нем. Фитонциды морских водорослей, которыми постоянно дышат жители побережья, обладают слебными свойствами. Перечислять положительные факторы влияния Черного моря на человека и окружающую среду можно бесконечно. Однако последние годы экологи бьют тревогу. В уникальном водном организме под влиянием антропогенного фактора происходят изменения. Одно из них в июне этого года обнародовали ученые НАСА. Им удалось заснять из космоса изменение цвета Черного моря. Оно окрасилось из темно-синего в ярко-бирюзовый. И связано это с обильным размножением особого фитопланктона, который раньше находился в балансе с остальной экосистемой. К чему это может привести, ученым только предстоит разобраться. Но помочь уникальному природному богатству может каждый человек. Для этого достаточно бережнее относиться к природе, убирать за собой мусор, не вылавливать бесконтрольно рыбу. Важно понимать, что море – это все-таки исчерпаемый ресурс. Мы все зависим именно от этой экосистемы. Если она погибнет, у нас здесь установится окружающая среда, которая будет нас просто разрушать, и мы будем все болеть. То есть мы не будем здоровыми людьми. По-моему, это очень важно. Наше здоровье зависит от того, здоровое море или нет. В Анапе регулярно проходят субботники и экологические акции, в рамках которых волонтеры освобождают побережье от бытового и природного мусора. Процесс очищения моря, то есть выброс мусора на берег, происходит постоянно. А это значит, что оно всегда нуждается в помощи, которая по силам каждому из нас.